всем добрый день и мы продолжаем наш разговор про синдром раздраженного кишечника и мы с вами договорились в прошлый раз сегодня у нас вторая часть мы договорились что мы будем с вами концентрироваться и говорить о том что делать чтобы не попасть и не познакомиться с этим диагнозом и в прошлый раз мы проговорили какие есть симптомы какие есть признаки как мы можем помочь слизистой кишечникой и очень кратко мы с вами начали говорить о том что очень важно поддерживать нашу микрофлору микрофлору кишечника и почему это настолько важно потому что если мы говорим о здоровье кишечника и именно синдром раздраженного кишечника то есть это ситуация когда уже этот вопрос зашел довольно таки глубоко то на сегодняшний день не так давно это стали принимать во внимание начали говорить о так называемой оси мозг мозг и кишечник что это значит это значит что наша центральная нервная система наш мозг он влияет на работу кишечника и с другой стороны те процессы которые происходят у нас в нашем кишечнике они тоже влияют на работу мозга да то есть это получается такая взаимосвязанное воздействие и почему это происходит потому что когда у нас с вами микрофлора кишечника не сбалансирована а мы с вами прошлый раз уже говорили о том все не чуть-чуть мы с этого начнем в прошлый раз этим закончили сегодня мы как раз с этого начнем в моменты чтобы закрепить мы с вами договорились что у нас в кишечнике находится такое равновесие у нас есть полезные бактерии и у нас есть условно патогенные бактерии то есть что это значит это значит что есть бактерии которые пока их немного они нам нужны да то есть они находятся под контролем нашего хороших бактерий да и они не вредят нам но когда они начинают увеличиваться в своем количестве они начинают приносить вред да и что тогда происходит то есть происходит они в процессе своей жизнедеятельности начинают вырабатывать различные вещества которые потом попадают нам в мозг влияют на мозг да и даже есть исследование и очень такой важный момент учитывая что когда у нас не сбора сбалансированная микрофлора то это даже очень сильно влияет на наше с вами эмоциональное состояние что же мы можем сделать как мы можем помочь нашему микробиому да и вот здесь как раз видите есть рекомендации что если у человека уже есть синдром раздраженного кишечника то очень важно и рекомендуется в течение не менее четырех недель использовать пробиотики и мы в прошлый раз уже с вами немножко проговорили сейчас еще раз повторим да что на сегодняшний день наука идет вперед и очень замечательно что мы с вами можем этими достижениями науки пользоваться уже сейчас сразу они когда-то там не знаю через десять через двадцать лет для меня тема микробиома микрофлора кишечника она очень и очень близка да и почему я говорю что не через десять не через двадцать лет мы можем пользоваться этими достижениями на самом деле действительно наука то что открывает наука как правило эти достижения в нашу жизнь они входят очень медленно и я свое время 90-е годы я писала дипломную работу когда еще был советский союз и мы делали работу наша была лаборатория делала работу для всесоюзного института мясной и молочной промышленности на протяжении двух лет мы исследовали как влияет полезные бактерии на здоровье человека потому что планировалось строить большой завод по производству заквасок и из которых потом делали бы йогурт в тот момент мы еще даже с вами йогурты не видели на нашей территории за границей они уже были да на территории советского союза они еще не были да и получается так что была задача посмотреть а что произойдет с людьми как это будет влиять на их здоровье те кто работают на этом заводе которые постоянно находятся в контакте с этими полезными бактериями там было несколько видов и плюс была главная задача ответить на вопрос а что будет если будет какая-нибудь техногенная катастрофа не знаю там взрыв еще что-то и будет выброс этих бактерий и как это отразится на здоровье людей которые живут вокруг да в лабораторном исследовании как правило используют у нас использовались различные лабораторные животные да и почему как бы их использовали да потому что на них можно было получить ответ а как в течение жизни будет влиять да что у нас получилось да какие были результаты наших исследований получилось так что у нас были крысы-долгожители они очень хорошо себя чувствовали у них была очень красивая шерстка здесь как раз важно понять что их исследование исследовали на протяжении всех всей их жизни то есть брали анализы проверяли и вот этот момент очень важный смотрите я вам рассказываю истории тех исследованиях которые проходили в 90-е годы и только сейчас последнее время начинают говорить о том что да действительно нам очень важно использовать дружественные бактерии сейчас уже практически каждый человек знает про биотиках знают о пребиотиках это вещества которые питаются наши дружественные бактерии но еще очень и прошло уже более двадцати лет пока это знание вошло вот в такой наш обиход а сейчас появилось новое направление это направление говорит о том что есть вещества которые наши дружественные микрофлоры производят это как раз вот та польза которую мы хотим с вами получить когда мы используем там йогурты те традиционные кисломолочные продукты которые по исследованиям долгожителей то есть практически в каждой зоне где концентрированно находятся долгожители есть свои традиционные практически на каждого народа есть свои традиционные продукты которые помогают поддерживать восстанавливать и развивать нашу микрофлору и как раз вот эти вещества они называются метабиотиками это такой новый шаг да и как раз вот мы с вами имеем возможность этим новым шагом пользоваться никогда не будет там через 20 лет когда об этом будут знать уже все а мы с вами уже сегодня можем этими открытиями пользоваться и таким образом мы можем свою микрофлору поддерживать и улучшать почему это важно да потому что с одной стороны когда мы с вами используем именно продукты которые дают которые являются источниками живых бактерий нам очень важно понимать такой момент что все равно вот хотя бы они хотя они полезны они являются для нашего организма чужими да и в тот момент когда они попадают в наш организм происходит такой небольшой конфликт и очень большой вопрос а приживутся они не приживутся они а как они будут у нас внутри в организме там себя чувствовать или наша микрофлора она сделает так что вот они транзитом пройдут какую-то пользу оставят и уйдут и именно поэтому если мы говорим о продуктах которые являются источниками полезной бактерии как раз говорит о том что если мы хотим восстановить свою микрофлору пополнить ее то вопрос о том чтобы мы пользовались этим продуктом это вопрос трех-четырех месяцев это не одна неделя две недели это три-четыре месяца тогда у нас с вами есть надежда на то что да часть из них останется часть из них приживется у нас в кишечнике и тогда начнет производить те самые полезные вещества которые как раз нам необходимы и ради чего вообще мы эти кисломолочные продукты вообще с вами используем и в компании коралловый клуб у нас есть новый продукт который уже стал на сегодняшний день топовым это метабиотик то есть это как раз продукт который позволяет нам с вами получить вот те метаболиты которые создают дружественные бактерии бактерии какой плюс как я уже говорила он начинает действовать сразу он не входит в конфликт с нашей микрофлорой и самое главное в составе есть дополнительные вещества питания для наших же бактерий которые помогают нашим собственным бактериям развиваться и их защищает почему это важно потому что также как отпечатки пальцев микробиом кишечника у человека индивидуальный и также как по печаткам по отпечаткам пальцев можно найти человека также тоже есть такое направление то можно по нашему составу микрофлоры можно понять найти человека и вот здесь как раз такой очень важный момент что мы можем своей микрофлоре помочь и и поддержать это я вам немножко уже рассказала в чем разница будем двигаться дальше что еще мы с вами можем сделать мы можем с вами нашу микрофлору покормить и каким образом для того чтобы покормить нашу микрофлору и поддержать ее у нас есть очень разные продукты один из них это хайфайбер это источник полезной клетчатки да потому что клетчатка делится что такое клетчатка то есть это источники волокон пищевых которые не перевариваются есть нерастворимы и есть растворимы и вот как раз растворимой клетчаткой подпитаются наши бактерии нерастворимы это как домик для наших бактерий где они будут развиваться то есть это как отель пять звезд а растворимы это то что они будут использовать в процессе своей жизнедеятельности и использовать как питание. Где в природе мы это получаем? Это различные продукты, ягоды, которые желируются. То есть очень хороший источник растворимой клетчатки – это пектины. То есть это те же самые яблоки, это смородина, черная смородина, красная смородина. То есть это то, что традиционно мы используем, и то, о чем все время говорят, что очень полезны ягоды. Поэтому смотрите, одно из важных направлений – это поддержание, укрепление нашей микрофлоры. Еще раз сегодня проговорили, я думаю, что уже таких вопросов у нас с вами не осталось. Если есть какие-то вопросы, можете писать в чате, я тогда буду по ходу на них отвечать. Но сейчас идем дальше, будем разбираться с вами дальше, что мы можем делать для здоровья нашего кишечника. И как мы уже говорили, вот эта картиночка у вас была видна. То есть у нас идет такое обоюдное воздействие. То есть у нас с одной стороны наш кишечник, микрофлора нашего кишечника влияет на работу мозга. И очень важно понимать, что это как бы различные вещества, которые у нас в кишечнике образуются, они попадают в мозг и влияют на его работу. И с другой стороны у нас есть другая часть воздействия, это когда именно нервная система влияет на работу кишечника. И здесь что очень важно понимать, что один из таких механизмов, которые происходят, это когда нарушается обработка с одной стороны сигналов из кишечника, а с другой стороны может наоборот нарушаться как бы путь сигнала от мозга к кишечнику. То есть есть такое очень замечательное выражение, что иногда у нас голова живет своей отдельной жизнью. Вот нам очень важно, чтобы голова была связана с нашим телом. Какие процессы этот сбой может провоцировать? Во-первых, может возникать гиперчувствительность. Мы с вами уже говорили о том, что с одной стороны, если мы говорим о синдроме раздраженного кишечника, уже как о диагнозе. Один из главных таких составляющих, когда уже начинают говорить о диагнозе, это болевой синдром, который проявляется. Но очень важный момент, помните, у нас в первой части были эти красные точки, на которые надо, красные флажки, на которые надо обращать внимание. То есть очень важный момент, когда если боли не проходят ночью, то это сигнал, что надо идти разбираться, смотреть, что происходит. Может нарушаться моторика работы кишечника. Причем здесь такой очень важный момент. Важно понимать, что моторика может развиваться и в сторону торможения у человека, могут провоцироваться запоры. И с другой стороны может развиваться в сторону активации, то есть такой гиперактивности. У меня лично в практике был такой случай, когда молодой мужчина даже не мог выйти из дома, потому что каждые 15 минут практически ему надо было бежать в туалет, потому что все время активно работал кишечник. То есть это, естественно, уже такое очень серьезное состояние, которое требовало уже серьезных таких решений. Что еще очень важно? Это вот то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Это нарушение барьерной функции кишечника. Мы с вами в прошлый раз разбирали, а что же мы можем сделать для слизистых кишечников, как их поддержать, и что мы можем сделать, чтобы восстановить. Кто не смотрел, посмотрите первую часть, там очень подробно мы это разобрали. И вот здесь как раз еще один момент, что нарушение барьерной функции с одной стороны может быть связано из-за нарушения микрофлоры, с другой стороны может быть связано из-за того, что может быть какая-то инфекция, паразитарная инфекция. И третье, то, что тоже, о чем очень много сейчас говорят, это может быть влияние нервной системы, то, что часто мы называем таким удивительным словом психосоматика. И вот те, кому интересна эта тема, у нас как раз в чате есть Мария Елена Скрей, она очень большой специалист, есть много материалов у нее, записанных вебинарах, поэтому, кому эта тема интересна, важна, обращайтесь, ищите эту информацию, потому что действительно очень часто мы не всегда можем найти вот эти корни, откуда растет эта история вся. И очень часто это именно из-за нервной системы. И здесь вот такой следующий важный блок, о котором я хотела с вами поговорить, это тема, которая называется блуждающий нерв. То есть сейчас уже о блуждающем нерве и о его роли в работе кишечника уже довольно много информации. И если раньше довольно мало можно было найти, то сейчас можно поискать и найти, и посмотреть. Сегодня о чем я буду вам рассказывать, это моменты, которые из практики. То есть через практику, через наблюдение, через результаты. То есть вот эта связь, я много лет наблюдаю, как она может проявляться. И теперь уже можно найти подтверждение этому, уже такие документальные, научные. Смотрите, вот здесь у вас на картиночке блуждающий нерв. Почему он называется блуждающий? Потому что он соединяет наш мозг, он соединяет со всем телом. Вот здесь, видите, он идет, начинается, как бы, как мы его можем представить, где он находится. Вот если мы под ушками, можете себе вот потрогать такие ямочки, где у нас ямочки находятся. Вот если бы мы с вами провели прямую линию, и в том месте, где проходит эта прямая линия, и там, где она совпадает с позвоночником, вот там как раз этот нерв начинает выходить. Причем очень важный момент, он проходит через череп, там как раз в нижней части черепа, где соединяются пластины, эти косточки, там есть такие небольшие отверстия, и как раз вот эти нервы, он выходит. И здесь такой важный момент, о котором не всегда мы задумываемся. То есть если вдруг какие-то ситуации возникают, очень важно проанализировать разные составляющие. И одна из составляющих, если была когда-то, а это травма головы, или даже, может быть, были тяжелые роды. Да, причем травма головы не такая, чтобы прямо сотрясение мозга, это может быть удар там лубом, косяк, когда детки учатся ходить, могут стукнуться. Я в свое время получила удар качелями по носу. У нас косточки черепа соединены подвижно, они могут немножко смещаться, и тогда вот эти вот отверстия, они могут изменять свою величину, и они могут зажимать немножко, как бы влиять дальше на нерв. И вот даже вот эта ситуация, которая может быть была когда-то в детстве, она может дальше влиять уже на все, что находится ниже. И вот здесь следующая история. Что еще? Этот нерв проходит как бы, это шея, и если у нас получается спазмированные мышцы с шеей, или, допустим, у человека работа связана с тем, что у него большая нагрузка именно на плечевой пояс, за счет вот этого напряжения тоже может идти воздействие на нерв, и дальше он может как бы, дальше эти импульсы могут проявляться в разных участках тела. Причем блуждающий нерв может себя проявлять по-разному. Это может быть и воздействие на работу кишечника, то есть это может быть и учащенный стул, или наоборот провоцироваться запор. Это может быть влияние на работу сердца, на сердечный ритм, потому что, видите, корешки этого нерва, они иннервируют именно сердце. То есть он может влиять на легкие, на диафрагму. То есть практически, смотрите, от шеи и практически до уровень генитальных органов, то есть до самого низа, он может влиять. Но если мы говорим с вами и рассматриваем именно влияние блуждающего нерва на работу кишечника, то здесь нас даже с вами интересует больше не вот сами нервы, которые нервирует сам кишечник, а такой командный пункт, который у нас находится в 12-перстной кишке. Это так называемый сфинктер-одди. Можете мне поставить плюсики те, кто слышал про сфинктер-одди и что он делает, почему он важный, и минусики, если вы не слышали и с этой информацией сталкиваетесь как бы впервые. Вот мне интересно, поставьте, пожалуйста, те, которые слушают, от дисфинктер. Плюсик, да, знаю, для чего он, что он делает. Минусик, нет, не знаю. Хорошо, спасибо. Значит, смотрите, почему он важен и почему я говорю, что он такой, как командный центр в нашем организме, да. Значит, вот здесь нам важно с вами разобраться, да, потому что вот как мы с вами разбираемся и знаем базовые понятия, почему нам надо пить воду, что это нам даст, да. Следующее базовое понятие, мы очень четко с вами понимаем, для чего нам важно очищать организм и периодически делать там противопаразитарные программы, да, профилактически, делать глубокую очистку кишечника. Да, у нас с вами есть замечательные инструменты для этого делать, да. Вот как на нас влияет работа с финктероди, я вот считаю, что это тоже один из таких очень важных моментов. Смотрите, что он делает? Вот здесь очень хорошо видно, да, то есть вот здесь вот он находится, это выход протоков, желчных протоков, протоков поджелудочной железы, видите, они как бы совмещаются вместе и дальше у них такой общий выход, такие как ворот соколиточка, да, которая выпускает пищеварительные соки и которая выпускает, через которую выходит выходит желчь, да. Да, с одной стороны мы можем говорить о том, что важно, чтобы желчь не была густая, важно, мы можем говорить о том, что важно использовать там горечь и различные травы, которые будут усиливать желчный отток, да. Но, смотрите, если мы с вами усилим образование желчи, усилим желчный отток, но при этом вот этот вот участок, вот эта калиточка, двери, через которые все вот эти соки будут, жидкости выходить, двенадцатиперстную кишку не будет работать, то что мы с вами можем получить в таком случае? Ну, во-первых, мы получим очень большой дискомфорт, это будет ощущаться сильными болями, да, почему? Потому что тошнота, может быть, вот это ощущение горечи во рту, да, такой очень сильной. Почему? Потому что вплоть до того, что мы с вами, простимулировав выброс желчи, допустим, травами, которые содержат горечи, но при этом не наладив работу сфинктера Одди, мы с вами можем получить очень серьезную историю, когда желчь будет как бы выходить, стекать вниз, пройти она через сфинктер Одди не будет, ну, будет плохо проходить, потому что он может работать, он работает в своем ритме, как сердце. Вот как сердце сокращается, так и сфинктер Одди, он работает и сокращается в своем ритме, да, и он может, его работа может замедляться, да, и что тогда получается? У нас поток желчи, он как бы усиливается, пропускная способность маленькая, и тогда вот этот поток желчи, он может затекать в протоке поджелудочной железы, и тогда мы можем с вами получить ожог поджелудочной железы, панкреатит и очень серьезные моменты, да. Поэтому прежде чем начинать активно стимулировать желчий отток, имеет смысл проанализировать, как у вас работает сфинктер Одди, как он проявляется, да, то есть как мы можем с вами понять, что с ним что-то не в порядке. Сейчас такие моменты важные вам объясню, и вы сможете посмотреть, подумать и проанализировать себя, да. То есть, во-первых, одно из проявлений, когда после еды, после еды, и, как правило, он должен у нас срабатывать тогда, когда вот мы поели, желудок переработал пищу, пища пошла дальше, и когда вот здесь вот проходит мимо, он должен срабатывать. И это, как правило, происходит где-то через час, через полтора. И иногда бывает так, что человек говорит, я поел, и у меня все стоит посередине, ни наверх, ни вниз. Такое ощущение, как такой раздутый мячик вокруг, как бы такой, как обруч надутый, тяжесть, да. Может быть тошнота, да, то есть это уже следующие моменты. Но один из проявлений именно вот то, что как бы такое вот состояние, что и не туда, и не сюда, да. Второй момент. Второй момент, который может проявлять и быть сигналом, что стоит вот этот вопрос проанализировать и помочь, это ситуация, когда человек говорит, я не могу пить воду с утра. Вот мне нехорошо от воды с утра, да. То есть мне, допустим, лучше выпить воду с лимоном. Или другой момент, когда человек говорит, что я вот без кофе с утра не могу, я вот кофе мне помогает сходить в туалет, да. То есть как бы все включает. Вот прямо вот кофе выпил и все заработал, да. Почему это происходит? Потому что сфинкер-оди мы его можем, его работу можем сактивизировать, да. Именно он реагирует на кислый вкус, да. Поэтому часть людей любит утро начинать водой с лимоном. Второе – это горечи, да. И особенно хорошо на него работают полы, да. И третье – это горячая температура. То есть что мы с вами делаем? Мы с вами пьем с утра теплую водичку, да. Почти горячую. И вот таким образом мы тоже воздействуем на одисфинктер. Почему это важно и почему вот оно между собой все завязано, да. Потому что мы с вами знаем, что у кишечника есть перистальтика. То есть волна перистальтики. То есть что это значит? То есть мы поели, желудок переработал еду, она пошла дальше. И дальше, когда желудок освободился, кишечник должен вот это все как бы очень аккуратненько продвинуть, да. То есть идут мышечные сокращения. И по кишечнику вот эти все массы, они начинают двигаться. Вот очень интересный момент заключается в том, что вот эта волна перистальтики, волна работы кишечника, она начинается именно с этого момента, когда срабатывает сфинктер онзи. Вот он сработал и после него пошла волна перистальтики. И от того, насколько он активный, будет зависеть, насколько активна эта волна. То есть есть, допустим, люди, у которых ленивый кишечник, как говорят, да. То есть он там плохо работает. Вот это как раз вопрос к тому, а как же работает сфинктероидзи. Если он работает ослабленно, да, то есть волна перистальтики может как бы, мышечная волна немножко может как бы идти неправильно, срабатывать неправильно. И тогда у человека может провоцироваться, наоборот, выброс наверх, да. То есть может провоцироваться рефлюкс. И вот здесь, смотрите, почему мы про это говорим, как бы в связи с блуждающим нервом, в связи с работой нервной системы, да. Потому что этот клапан, сфинктероидзи, это клапан, да. Он регулируется нервной системой. И его работа, она завязана на те моменты, которые нужны для нервной системы. Вот смотрите, мы уже проговорили, что он запускает работу кишечника, он запускает волну перистальтики. Кишечник – это тоже мышца, да. И вот для того, чтобы… И вот здесь у нас с вами соединяются такие моменты, что нам важно с вами, если мы говорим о работе кишечника, вообще о работе этой системы, чтобы она вот работала как часики, да. Что нам нужно? Нам нужно дать те вещества, нам нужно покормить. И нам очень важно вот сделать вот это соединение, как бы соединить мозг с телом, чтобы сигналы проходили правильно. У меня такой вопрос к тем, кто слушает. Как вы думаете, чем мы можем покормить нервную систему? Что нужно для нервной системы? Какие идеи? Или можно включить микрофончик и сказать. Не знаю, как нам удобно. Нас не так много, мы можем и пообщаться. Грифония. Грифония, спасибо за это. Так, что еще нужно для нервной системы? Чтобы она работала хорошо. Какие идеи? Так, сейчас я посмотрю, что написали. Грифония, Сафрина, Ивнинг, формула, майндсет. Ага, хорошо, ход ваших мыслей я поняла. То есть здесь, смотрите, у нас с вами вот те продукты, которые вы назвали, это уже такие продукты со специфическим действием, да. А я хотела от вас услышать такие базовые моменты, которые для нас были бы очень важны. И это как с водой, да. То есть мы с вами можем сказать, что вода, особенно наша живая вода, минерализированная вода, природная, да. То есть она на очень многие вещи работает, да. И вот здесь то же самое у нас с вами. Есть базовые ключевые моменты, о которых нам с вами важно позаботиться. И вот здесь такой важный момент, что каждый день нам это с вами нужно. Что еще, сейчас немножко позже, еще можете у кого какие идеи написать, может кто-то еще что-то придумает. Чем мы можем покормить нервную систему, что ей нужно для работы, да. А какой момент еще влияет на работу сфинктера Одзи и на работу вообще блуждающего нерва. У нас с вами в анонсе, у нас было написано, что мы поговорим о том, как влияет стресс, да. Но не секрет, что мы с вами находимся в разном стрессе и постоянно. Стресс может быть и от позитивных эмоций, и от негативных эмоций, да. Но что нам важно понять, что если стресс такой кратковременный, то он, ну, немножко нас разбодрит, да, но такого большого вреда нам не нанесет. Но чаще всего мы сталкиваемся с вами в такой длительный стресс, да, который, у него несколько стадий, да. И одна из стадий, которая долгое время держится, да, она сильно воздействует на наш организм, она тратит, организм начинает тратить свои ресурсы, расходовать свои ресурсы, да, и потом мы с вами уже начинаем получать такие последствия после, ну, последствия от всего этого воздействия. И один из самых главных микроэлементов, который, ну, который, один из важных элементов, который нам с вами нужен в питании, да, это магний. То есть мы с вами знаем, что магний нужен для нервной системы. Мы прекрасно с вами можем понять, организм может... Ага, супер. Как раз Ольга написала лецитин и оушен мин, и как раз мы к этому пришли. Да, оушен мин. Диана, я написала самое первое, написала вода и магний. Ага, просто не увидела. Может быть, мне уплыло чат вверх. Может быть. Да, вода и магний. Абсолютно правильно. Причём, если говорить о воде, то сегодня тоже поговорим. Это коралловая вода. То есть поэтому, смотрите, когда очень большой стресс, какое-то напряжение, или, не знаю, ну, не знаю, как вы, у меня когда стресс... У меня каждое выступление стресс, да, хотя много лет я выступаю. И одно из первых проявлений, как бы стресса, что я понимаю, что я волнуюсь, это то, что когда я сплю ночью, мне начинает неудобно... У меня подушка неудобна, я не могу никуда голову пристроить, да. Почему? Потому что здесь напрягаются все мышцы, всё зажимается, да. И одно из первых, что я делаю, я беру оушен мин, я беру его, пью в концентрированной форме, да, то есть на большую кружку горячей воды, и замечательно работает, да. Почему коралл-майн, почему кальций тоже очень важен, потому что мы помним с вами, что магний и кальций – это такая сладкая парочка, да, вот так же, как калиево-натриевый насос, да, вот вспоминайте, пентакан, калиево-натриевый насос, они друг с другом связаны, так же у нас связаны кальций и магний. И вот здесь как раз у нас ответ на то, а что же нам с вами нужно, да, почему именно кальций и магний, потому что именно благодаря кальцию и магнию у нас работают мышцы, у нас работает мышечная ткань, да, она очень интересна, она такая, как вот, она или растягивается, или сокращается, да, то есть именно благодаря кальцию и магнию. И если мы с вами будем как бы нажимать на магний, но при этом забудем о кальции, да, то мы все равно вот этого баланса не достигнем. Видите, по магнию, да, то есть проявления какие могут быть, это может быть и усталость, это может быть и нарушение сна. Смотрите, спазмы, желудка, тошнота, запоры или наоборот диарея, то есть нарушение работы кишечника. Вот то, о чем мы с вами говорили. И магний как раз помогает работать с финктеро-одзи. Поэтому, когда вот делают такие, как тюбажи печени, да, то есть, как правило, там в концентрированной форме определенное количество пьют магнезий. Для чего? Для того, чтобы вот этот одзи расслабить и через него, чтобы могла более легко проходить желчь. Плюс магний нам с вами нужен, чтобы вырабатывалась желчь правильно, да. Лицитин, то, что здесь у нас вот в комментариях тоже упомянули, лицитин нам нужен, чтобы желчь была менее густая. Лицитин нам нужен, чтобы по нервным вот этим всем проводам у нас проходил сигнал. Но кальций и магний – это вот именно работа мышц. И те же самые спазмы, те же самые судороги, они могут быть и тогда, когда не хватает магния, и они могут также быть, когда не хватает кальция. То есть кальция и магний, они между собой связаны. А теперь следующий вопрос. Какое вообще вещество, кто будет помогать кальцию и магнию правильно усваиваться? То есть о чем нам надо с вами позаботиться, чтобы то, что мы с вами пьем, тот же кальций и магний, и чтобы они действительно попали туда, куда мы хотим, а не прошли транзитом или, не дай бог, где-то отложились, где не нужно. То есть кто у нас с вами такой регулятор, который будет помогать направлять вот это действие? Витамин Д. Абсолютно правильно. То есть прежде чем начинать в больших количествах, не знаю, интенсивно пополнять свой организм кальция и магния, очень важно посмотреть, а что же у нас с вами происходит с Д-витамином. Почему это важно? Потому что большие дозировки кальция при низком уровне Д-витамина они начнут откладываться на сосудистых стенках. Из них могут начать образовываться различные кальцинаты какие-то, камушки где-нибудь откладываться. И про Д-витамин очень много сейчас говорят, очень много информации. И просто немножко сегодня, очень так объяснять не буду, немножко расставлю вам акценты, почему стоит проверить, посмотреть, как бы на каком уровне находится Д-витамин, потому что в Латвии, один из примеров, в Латвии проводили исследование на протяжении нескольких лет, там большое количество людей было исследовано. И что получилось, вот в нашем регионе, я не думаю, то, что находится вокруг, сильно будет отличаться. Сейчас статистика довольно как бы по всему миру ее ведут. И у нас в Латвии оказалось, что на низком уровне, как бы считается, что достаточный уровень Д-витамина, как бы низшая норма, у нас была всего практически у 17%, а там именно тысячи были исследованы и на протяжении всего года. Какая динамика в течение года, когда вообще, когда спрашивают, а когда идти проверять Д-витамин? Смотрите, вот здесь мы видим график, как менялся уровень Д-витамина в течение года, и как раз смотрите, ноябрь, октябрь, ноябрь, это такие как бы довольно высокие показатели. Потом начинается резкое снижение. Поэтому, если вы сейчас пойдете и проверите свой уровень Д-витамина, то если он у вас остался, сейчас находится на низком уровне или вообще в дефиците, то большой вопрос, а что будет дальше через какое-то время, да? И в моей практике был такой момент, ко мне пришла молодая женщина, певица, она много лет вегетарианка, несколько лет она была веган, да? И, естественно, через питание довольно сложно получить Д-витамин, потому что есть определенные группы, когда мы с вами можем частично Д-витамин получать из молочных продуктов, из яиц. Но, опять же, большой вопрос, как содержатся вот те же коровки или курочки, да? И второй момент, если мы говорим о растительных источниках, то это грибы. То есть грибы тоже, извините, мы с вами те же... Лисички мы не так часто пищу используем, да? И поэтому это как раз такая очень большая по Д-витамину группа риска. И что получилось? Если, допустим, как бы низкая норма, уже такая критическая, ну, как бы норма, это 30 активных единиц, да? Вот здесь, видите, здесь стоит 25 уровень, да? То есть, как бы считается. У нее было 6. И при этих 6, показателях 6, как это проявлялось, у нее абсолютно не было сил. Она, как бы, не могла ездить на велосипеде, да? И у нее абсолютно не перестал работать кишечник. Она даже не могла уже в пищу использовать тушеные овощи, и рис у нее не переваривался, да? И самое главное, из-за чего она пришла, у нее начал пропадать голос. То есть, до этого, как бы, она еще и не доходила. И когда... И основной запрос был кишечник. И когда мы начали анализировать, первое, что мы начали делать, мы начали поднимать уровень Д-витамина, мы пополнили организм магнием, мы пополнили организм кальцием, ферментами помогли, да? И все наладилось. Практически из такого очень серьезной истории организм вышел. Поэтому, если мы говорим о работе кишечника, одно из первых, что мы с вами можем сделать, это проверить Д-витамин, пополнить его как бы запасы. И следующее уже это кальций и магний, да? То есть, мы делаем это одновременно. Следующее, вот то, что мы с вами выписали, сафрина, выписали именингформула, грифония, это уже следующая история, которая может влиять на работу нашего кишечника, это влияние стресса, это уже вопрос о кортизоле, да? И как раз кортизол, он тоже влияет на повышенный уровень кортизола, который начинает на стрессе, он более активно начинает вырабатываться, да? То есть, получается, что он тоже влияет на работу всего организма и нашего кишечника в том числе. Что бы я все-таки порекомендовала, что дает замечательные результаты для нервной системы и что дает такой нам с вами все-таки системный подход, потому что мы с вами говорим о том, что наша задача как бы подкормить организм и поддержать системно. У нас есть уникальная программа, которая практически в течение первой недели дает замечательный результат, это mental force. Не зря она у нас в таком дефиците, она когда появляется, мы практически сразу ее съедаем, и как раз она с одной стороны направлена на питание для мозга, улучшение наших когнитивных функций, но при этом она помогает наладить вот эту связь мозга и тела, она помогает, чтобы правильно у нас проходили импульсы по нервным тканям, и она дает замечательные результаты. у нас есть такие более специфические решения, более такие точечные решения, и вот к таким точечным решениям у нас находится наш, я думаю, что сейчас это тоже один из таких топовых продуктов, это сафрина, что делает сафрина, с одной стороны снижает выработку кортизола и как бы смягчает его действие на организм, а с другой стороны сафрина помогает и защищает сохранить наш гормон радости серотонин, почему он важен, и это как раз следующий момент, как у нас связан кишечник и мозг, серотонин это нейромедиатор, который за очень многие функции отвечает, но при этом мы его чаще всего называем гормоном радости, но одно из проявлений сниженных показателей серотонина то, что у человека повышается порог чувствительности, то есть человек начинает больше чувствовать боль, вы наверное встречали таких людей, которые вы можете взять за руку, а человек уже говорит ой, мне больно, отпусти, или допустим вы в курсе наверное, что если мы идем на какие-то процедуры, та же самая эпиляция, когда допустим с утра мы более чувствительны и к вечеру мы менее чувствительны, потому что к вечеру у нас уровень серотонина повышается и вот здесь как раз именно с серотонином связан тот момент, почему кишечники могут возникать вот эти болевые синдромы и это один из ответов, почему в очень серьезных уже следующих как бы этапах начинают использовать антидепрессанты, которые как раз на эти серотониновые механизмы работают, а мы можем пойти с другой стороны, мы можем с вами наладить эту выработку, мы можем с вами благодаря тому, что у нас будет наша микрофлора работать, благодаря тому, что мы с вами восстановим слизистый, потому что серотонин как раз выделяется, вырабатывается в определенных клетках ткани слизистых и восстанавливая слизистые мы восстанавливаем уровень серотонина, но при этом опять же у нас есть такие целенаправленные решения, которыми мы можем себя поддержать, то есть вот это как раз грифония, имнинг-формула, это то, чем мы можем с вами помочь, почему имнинг-формула, потому что очень важно качество сна, и плюс у имнинг-формула, у нее есть такой немножко накопительный эффект, как бы антидепрессантный эффект, такой можно так сказать, благодаря тому, что там определенные травы находятся, а грифония как раз она является таким топливом, из которого организм будет синтезировать дальше серотонин, что еще будет полезно для нашей нервной системы, для кишечника, для микрофлора кишечника, это наши любимые спирулина и хлорелла, благодаря тому, что там есть витамины группы В, там есть микроэлементы, там есть аминокислоты, там есть ценные полезные волокна, которые нужны, да, та самая клетчатка, и с одной стороны, это будет питание для нервной системы, а с другой стороны, это будет питание для наших дружественных бактерий, и вот смотрите, мы с вами что получаем, да, то есть мы с вами как бы одно направление, мы посмотрели с вами первой части, мы поговорили, как мы можем снять воспалительные процессы, как мы можем с вами слизистые восстановить, да, в кишечнике, да, и это один из моментов, которые мы с вами можем сделать, да, и второй момент, это вторая часть, которую мы разбираем сегодня, нам очень важно подкормить нашу нервную систему, не только для того, чтобы мы с вами были спокойны, да, почему у вас сразу вот вышли в памяти сафрина, грифония, там, майнсет мы еще не проговорили с вами, да, то есть майнсет, там, mental force, это те продукты, которые как бы действуют на наше эмоциональное состояние, но плюс нам очень важно вспомнить о том, что у нас еще есть такая часть, которая, как можно сказать, как механика, да, то есть есть вот эти все провода, которые соединяют мозг и тело, и очень важно, как они работают, да, очень важно, как проходят сигналы, да, и это как раз вот этот разговор, о чем мы с вами говорили, это базовый, это кальций, это магний, это д-витамин, и можно, конечно, идти по пути, взять только магний, да, а можно взять, идти по пути, когда взять в свой арсенал именно оушен-мин, где, да, большой источник хорошего, доступного магния, который хорошо работает, но при этом еще есть 70 различных макро- и микроэлементов, почему оушен-мин и здоровье кишечника, потому что там есть, внутри еще есть вещества, которые слизистые кишечника восстанавливают, это хлориды, то есть там определенные формы, и может быть кому-то оушен-мин не такой вкусный, но если мы с вами возьмем минеральные воды, которые уже доказаны на протяжении многих лет, те же самые там ясентуки, да, кто из вас пил ясентуки, поставьте плюсик, да, и можете показать как бы на камеру я вижу, вкусные они для вас или не очень, не очень они вкусные, да, то есть почему, потому что вот те вещества, которые нужны, они не очень вкусные, и вот как раз в оушен-мини вот эти вот все такие немножко привкусы, которые мы можем чувствовать, они благодаря тем минералам, которые очень благотворно действуют именно на слизистые кишечника, и у нас с вами замечательная такая уже получается парочка для становления слизистых, это Дженера и Оушен-Мин, да, то есть у нас с вами уникальные совершенно инструменты, которыми мы можем с вами пользоваться, да, но что важно понимать, важно понимать, что все равно мы никуда с вами не денемся, нам очень важно идти по системе, да, по шагам, единственный момент такой, вот мы с вами первой части, я говорила эту празу, что если в доме пожар, да, то уборкой мы не занимаемся, то есть если идет раздраженный кишечник, если там идут воспалительные процессы, если слизистые, чувствительные, да, то вот этот шаг, когда мы с вами делаем глубокую очистку, оставьте его чуть-чуть на потом, начните с такой мягкой, той же самой размывочки, начните с коралл-детокса, восстановите на фоне коралл-детокса слизистые, это в прошлый раз мы с вами говорили, то есть вы взяли коралл-детокс и его усилили продуктами для восстановления слизистых, после этого следующий шаг, соедините мозг и тело, наладьте вот работу этих нервных импульсов, потому что если у вас не работает сфинктороди, а вы начнете делать коловаду, а в коловаде и в лайт варианте, ну она более лайтовая, да, и в классическом варианте, там или вы пойдете на противопаразитарку, там везде будут желчегонные травы, там везде будут горечи, что вы сделаете, вы сактивизируете выработку желчи, выброс желчи, а дверь не откроете, а дверь у вас будет на замке, сфинктороди не сработает, и что получится, вы можете взять, и как говорят, ну латыш говорит, аузосебрал, да, то есть, ну уедете не туда, куда надо, почему, потому что вот этот поток желчи, он может обжечь поджелудочную, или может быть дискомфортно, да, можно, конечно, брать и как молотком пробиваться, с надеждой на то, что вы вот этим потоком пробьете этот, но поджелудочная, она настолько нежная, она как губка мягенькая, и если вы ее хоть раз обожгли, она твердеет, и без поджелудочной люди не живут, если ее обжечь, то протоки сужаются, и там начинаются серьезные моменты, поэтому относитесь к себе с любовью, относитесь к себе нежно, и организм вам ответит, он пойдет и будут совершенно фантастические результаты, да, просто немножко, понимаете, у нас с вами, у нас есть такой именно как конструктор здоровья, да, и мы с вами можем вот эти шаги немножечко менять под свою задачу, и кишечник, он очень нежный, да, то есть если там есть такие моменты серьезные, да, то более нежно к нему относитесь, более аккуратно, и он будет счастлив, и он вам будет благодарен. У нас немножко осталось времени на вопросы, то, что я хотела вам рассказать, я рассказала. Может быть, нас здесь не так много, может быть, кратко, кто хочет, можете включить, я выключаю презентацию, и что я хочу от вас услышать, чтобы вы поделились кто хочет, включите, пожалуйста, камеры, включите микрофончик и пару фраз, что для вас сегодня было новое, полезное, и что вы возьмете с собой в свою жизнь дальше, что вы будете использовать, или попробуйте использовать. Немножко такая обратная связь. я услышала очень много нового для себя, потому что у меня именно эти проблемы были, что у меня кишечник взрывался, он такой бурлил, и все такое, и я не могла понять вот эти свои ошибки. И проходя коловаду, первый порошок, мне казалось, что у меня вообще там он где-то застрял в кишечнике, ну и была и рвота, и понос как бы в обе стороны, но это было что-то ужасное, да, но я за эти пару лекций, да, услышала для себя очень много что очень, ну, полезного, спасибо. Спасибо. Конечно, и все, что рассказывали, все-все тоже, спасибо. Спасибо. Кто еще хочет, может поделиться? Спасибо, Дина. Добрый день. Уступаю тогда Оле. Едва слова. Я очень благодарна за информацию по блуждающему нерву. Вот как раз я столкнулась с этим, и мне было очень много непонятно. Сейчас стало все на свои места. Благодарю от души и сердца. Да, я скажу. Кишечник относится к древним тканям, то есть которые управляются стволом головного мозга. И они отвечают за такие базовые переживания, как отсутствие пищи, за ее переработку, за ее отторжение. поэтому он всегда будет реагировать на нашу психику, на наши эмоции, либо ростом каких-то новообразований, либо в фазе разрешения конфликта это будут какие-то язвы. Поэтому очень важно сказать, что кишечник очень сильно реагирует на наше психоэмоциональное состояние. Я думаю, что все знают, что перед экзаменом, когда мы готовимся, например, пытаемся запомнить невозможное, то у нас кишечник плохо работает, а перед самым экзаменом может пропоносить. И мы это знаем, как это реагирует. Это вот простое понятие, как и есть. Если кому-то нужно чисто психосоматику, то в моем инстаграме есть шапка профиля и там есть ссылка на этот курс безоплатный. Смотрите, слушайте. И спасибо еще раз за очень грамотные рекомендации по нашим продуктам. Еще кто-то хочет поделиться? Или завершаем уже? Я тоже зафиксировал последнюю можно сказать фразу, где надо приготовить организм до головы. Мы все это знали, но именно где детокс, дженер и ошен будет. Это я зафиксировал. Но остальное тоже очень полезно. Благодарю. большое спасибо за обратную связь. Мы этот цикл завершили с вами. Я надеюсь, что вы себе на вопросы свои ответили. Это такая техника безопасности, потому что мы своими инструментами можем создать тело своей мечты, а можем немножко случиться горе от ума. Чтобы у нас горе от ума не случалось, эти базовые моменты нам важно с вами разобрать. Тогда все. Большое спасибо.